Перед тем, как приступить, должен рассказать вам о появлении новой промо-страницы. На ней вы можете забрать Корт 545, Браунинг Синерджи Сиэкс, Пистолет-пулемёт Хани Бэджер, Снайперскую винтовку Астарта и Вип-ускоритель на две недели. Если, братишка, ты хотел вернуться и всех в этой игре нагнуть, это твой шанс. В добрый путь. Ссылка в описании. Дорогие зрители, заранее вас предупреждаю. Сейчас перед вами будет выступать типичный нуб. Попускается без рецепта. Собака. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность. У нас в Варфейсе наметились некоторые изменения, в том числе и на ПТС. Ну, сегодня обсудим всего лишь одно из них, но достаточно значимое. А кроме этого, это не главная тема. У нас есть тема глобальная, мощная, системообразующая. На Медни состоялся у меня разговор с одним из представителей администрации. Собственно говоря, у нас было очередное собрание, конференция. Блогеры, форум с разрабами спорили, решали, была дискуссия. Было предложено рассмотреть несколько пунктов, куда движется игра. У разработчиков есть, скажем, некоторые доводы, что они стараются игру улучшить. То есть вот они вносят определенные изменения, которые идут во благо проекта. Сразу должен заметить, что с некоторыми из них я, пожалуй, соглашусь. И в целом, в общем-то, да, наверное, больше позитивного, нежели негативного. Однако, мы составили с одним из разработчиков, он мне продиктовал, прикинь, что вот, что, мы куда движемся, я тебе так вот показываю. А ты, будь добр, подтверди, опровергни, поразмышляй на эту тему. Я говорю, отличная идея. Ха, бесплатная идея для видоса. Мне нравится, почему бы и нет. Итак, шаг вперед. И шаг вперед, два шага назад. Кто его знает, как оно будет? Но вот шаг вперед. Куда Варфейс вообще, сука, эти шаги делает? Важный очень вопрос. И вот сейчас мы его обсудим. Попунктно, прямо то, что мне разработчик приложил рассмотреть. Как оно вот, я согласен или не согласен? Что одобряю, что не одобряю? Где вот какие-то могут быть нюансы? Нюансы, как всегда, есть. И сейчас мы о них поговорим. Какой же ты демагог? Сплошная вода. Ты, Кэпчик, просто не соображаешь, как вести действительно глубокие, сука, могучие, важные, критически важные для нашего проекта дискуссии. Вот поэтому для тебя это все вода. Ты просто не шаришь. Итак, господа, пункт первый, который мне предложили рассмотреть. Бонусная скорость перемещения для всего оружия ближнего боя. То есть, мол, разработчики говорят, мы идем, ну, в верном направлении. Они хотят, чтобы это было, как вот в киберспортивных дисциплинах. Чтобы еще игрок дополнительно всегда, мол, тактически прикинуть, использовать эту фишку. Когда надо ножик достать, а когда не надо, когда опасно. А когда, наоборот, с помощью ее можно забуститься и дойти до какой-то точки быстрее. И тут вроде как, блин, идея классная. Но, как всегда, есть нюансы. Нюансы у нас следующие. У нас такие есть игры, как Counter-Strike и Valorant. И там действительно используются подобные механики. Так также используются, кстати, в Apex Legends. Но, момент. Игры-то совершенно другие. Если Apex еще плюс-минус похож. Однако, кстати. Однако, все-таки, это королевская битва. Ну, вот. И что действительно стоило бы позаимствовать у Apex'а Counter-Strike и Valorant. По моему мнению. Может быть, многие не согласятся. Но я, кстати, и разработчикам предлагаю эту идею рассмотреть. Это вырезать нахрен такой параметр из игры, как стамина. Абсолютно ненужный. Абсолютно ненужный. Зачем вообще в Warface'е стамина? Вот объясните мне, пожалуйста. Зачем нам стамина? Я не понимаю. То есть, а какой смысл в ней? Какой смысл? Вот, я не вижу его абсолютно. Ты не можешь пробежать больше какой-то дистанции. Зачем? Зачем ограничивать игрока в беге? Тем более, карты маленькие. Наш игрок так быстро выдыхается. Это даже выглядит бредово. Элитные бойцы разных спецподразделений, там, мира, будущего и так далее. Супер крутые парни выдыхаются при беге, там, на 200 метров. Это странно. Это очень странно. Понимаете? Поэтому, я бы, в принципе, наоборот, вырезал полностью стамину из игры. А мувмент не трогал. Вообще не трогал. В Counter-Strike и Валоранте нет возможности бегать. В Apex'е персонажей, в принципе, там можно по умолчанию сделать так, что он постоянно бегает. И, ну, ножиком чуть-чуть ускоряется. В Warface'е это, в принципе, не нужно. Зачем? Ну, серьезно. Ну, зачем в милитаре шутане вот эта фигня? Он даже ведь не чисто киберспортивный. Это такой, знаете... Warface'е это аркадная игра, а-ля Counter-Strike. Зачем? Здесь ускорение с помощью ножа. Лишние тайминги убавлять-добавлять. Люди годами привыкли хоть к какой-то нормальной... Они привыкли вообще... Изначально людям не очень понравилось изменение мувмента. Почему? Потому что это нарушение нормальных, привычных каких-то алгоритмов. То есть, вот сейчас я не знаю, как, например, в какую-то точку определенную на определенной карте заходить. То есть, мне делать какой-то прокид или не делать? У меня есть время зайти успеть на плент, поставить мину, отойти куда-нибудь за угол там притаиться? Или нет, если я опорник? Потому что в разные периоды Warface'а можно было ожидать чего угодно. В былые времена, до того, как колоды стали экспериментировать с мувментом, я четко знал, что вот на этой карте, если я появился на вот этой позиции на респавне, да, я зареспавнился, здесь появился, то я могу добежать до плента, поставить там какую-то мину, допустим, за инжа, и спрятаться где-нибудь там, какую-то позицию занять, какой-то пиксель смотреть, слушать. То сейчас я не знаю, я могу добежать и успеть поставить, а может быть, я еще мину начну ставить, какой-нибудь медик с топориком супер ускоренный, уже из-за угла появляется, и все, я делаю Сусопа в Лешвиле. Это совершенно непредсказуемо, это такая просто, ну, фееричная, невероятная, невыразимая глупость, такого, кстати, нету, в том же, например, Counter-Strike, на который вы пытаетесь в этом параметре равняться. Там, в принципе, все плюс-минус известно, как люди двигаются, какие тайминги будут, к ним быстро привыкаешь, люди понимают, чего ожидать. В Warface'е, из-за того, что тут есть спринт, из-за того, что тут есть, например, там, оружие, тот же Сигзавар пистолет с ускорением, теперь еще будут ножи с ускорением. Учитывая, ну, вот, все эти моменты, залазы какие-то, какая-то возможность сократить куда-то путь, игра становится просто непредсказуемой. Каких-то нормальных алгоритмов поведения просто нет. И еще стоит учитывать, что пока что вы не справились с такой проблемой, как звук, а поэтому, тем более, не стоит трогать, на данный момент, я считаю, муминг. Вообще не стоит, не стоит его никак трогать, вообще не стоит. Ну, да, там, 5-6% добавить, ну, в принципе, может быть, но я очень, очень, как бы, с опаской отношусь к таким изменениям. Не факт, что они будут очень благотворно влиять на нашу игру. Я предлагаю зрителей обсудить этот момент. У меня, ну, скорее нет, чем да. Я бы не стал, разработчики, я не считаю, что это какой-то бонус, которым можно гордиться. Что, типа, это хорошая идея. Я не считаю, что это хорошая идея, честно, она не хорошая, по моему мнению, она нафиг не нужна. Дальше, разработчики, что мне предлагают рассмотреть? Пункт номер 2. Это система групп, сквадов. Здесь, честно, аплодирую стоя. Это классная, грамотная, отличная идея. Это вообще прям, это круто, вот просто круто. Это вот как делать в современных шутанах, типа, там, Апекса, типа, Контер-Страйка, там, где-нибудь. Ты собираешь свою группу, вы сидите, общаетесь, там, можно же, персонаж видеть. Ну, смысл такой, да. Вы собираете, у вас какая-то группа есть, и куда-то ей, там, направляетесь. Есть, типа, тим-лидер, который выбирает, там, быстрый поиск, все дела. Это круто, это классно. Вообще, это, ну, это здравая идея. Мне она очень нравится. Не надо постоянно, каждый раз, когда нажимаешь, там, на РМ, всех собирать, там, они принимают заявки. Зачем? Собрал сквад, и гоняйте вместе. Обалденно, классно, душевно. Я только за. За это огромный плюс. Да, я считаю, что Warface от этого только выигрывает. Это классное нововведение, молодцы. Продолжайте в этом же духе. Если в будущем вы еще систему кланов как-то поменяете в лучшую сторону, обновите, будет очень и очень здорово. Хотя, с другой стороны, если честно, в Warface многие говорят, надо клановую систему улучшить. Блин, она и так, по-моему, одна из лучших в играх, если не лучшая. Она классная. Ну, в шутанах такого почти нигде не встретишь. Вот в том же Apex'е вы много видели клановых систем? В Counter-Strike, в Valorant, я не знаю, какие-то, может, там есть? Да там вообще, по-моему, кланов как таковых нет. Серьезно. Там просто Тиму собирают и бегают, текстами прописывают вручную и все. В Warface'е, сука, реально клановая система, там, свои очки, свои гонки. Ну, здорово. Хе, гад Нателло. Лизнул, причмокивая. Это по факту, Кэп. Почему лизнул-то? Сказал, как есть. А так давно было. Кстати, вот в этом параметре, надо сказать, Warface большинство шутанов обгоняет практически с самого момента появления клановой системы. Большинство шутанов вообще не знают, что такое клан. Сейчас, так вот, в последнее время стало это развиваться. Сколько лет-то было, блин, Warface, там, 14-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й год. Какие нахрен кланы, блин, Counter-Strike, ничего такого, вообще не было. Warface впереди планеты всей был. Ну, какие-то, наверное, были, там, может, где-то в Crossfire'е. Но в основном, все мимо. Большинство топовых, причем, ААА, шутанов всякие, Battlefield'ы, Counter-Strike'и, они вообще не знали, что такое система кланов. Просто не было клановой системы. В Warface'е это развивалось, свело и пахло. В принципе, как и Warface тогда, да. Какой же ты тролль? Ну, блин, Кам, а ты, говоришь, лизнул под колос, сука, правильно, да. Итак, дальше, ивенты. Сразу тоже плюсую. Не надо говорить, что я лизнул, ну, тут правда. Вспоминаем времена Блэквудов, Крайтеков. Какие ивенты? Сейчас какие-то там зомби-режимы вводят, там, охота за черепами, там, годнота, годнота. Нет, я всегда говорил, что временные режимы, ивенты, они реально нужны. Какие-то праздничные, там, мероприятия. Какие-то временные режимы, где какие-то необыкновенные вещи, там, на каких-то картах, типа, там, 2037 происходит. Это круто, это здорово, это прямо, ну, это базару ноль. Я ничего не могу тут разровно сказать. Причем, ивенты же обязательные. Нет, не обязательные. Хочешь, играй. Хочешь, не играй. Я тут не играю. Нет, иногда в некоторые играю, но в основном не скажу, что прям я фанат этих ивентов. Но некоторые мне, правда, нравятся. Охота за черепами, это вообще топ. Это, наверное, единственный ивент, который мне прям на 100% нравится. Да, когда за черепами надо бегать, охотиться на картах 2037, там, на какой-нибудь заправке, это прям топово. Я обожаю этот режим, мне он безумно нравится. Ну, как минимум, здесь они мне точно угодили. Так что, ивенты не будем трогать, ну, я думаю, они никому не мешают, только плюсы дают. Плюс возможность, там, и детали какие-нибудь приобрести, еще что-нибудь, какие-нибудь пушки получить. Годнота, не спорим. Что еще говорят нам разработчики? Улучшение игрового интерфейса. Это реально топчик. Ну, почему топчик-то сразу? Ну, типа, ну, 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 да. Ну, как-то вот, ну, ладно, 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 не буду тут вонять. В принципе, наверное, да. Там, возможность поиска пушек, там, пресеты, там, разные, там, для ПВЕ, для ПВЕ. В принципе, неплохо. Но, тут хочу сказать, что столько внимания этому уделяется. Прямо, ой, тут интерфейс улучшили, здесь, не всегда, кстати, не все нравится игрокам, но это понятно. Этот человек просто привыкает к чему-то одному, потом он говорит, ой, то не очень, это не очень, это не всегда. Правильно, если ему откатить, там, старую версию дать, он скажет, не, я хочу новую теперь. Такое бывает. Так что, ну, улучшение интерфейса игрового, наверное, это круто, там, то немножко изменили. Но не всегда, не везде надо игроков слушать в этом плане. Вот. И я хочу сказать, что этому очень много внимания уделяется. Я знаю, аргумент у разработчиков всегда будет, как всегда, один и тот же. Над интерфейсом, там, и багами работают разные люди. Но интерфейс что-то прям постоянно изменяется, а баги лечатся не с такой скоростью. И это печально. Особенно про звук, ну, звук это печально. Надо работать, ребят, давайте быстрее. Хочется уже гоноты какой-нибудь. Так что, ну, улучшение игрового интерфейса, это такой минорный плюс, мы его оставляем. Не буду спорить, ладно. Дальше идем. Чем у нас разработчики хотят, ну, гордиться, гордятся. Считают, что это великий вклад. Я могу согласиться. Могу не согласиться. Отключение системы ремонта и пересмотра варбаксовой экономики. Вот. Пересматривают варбаксовую экономику. Ремонт, естественно, как бы... Ремонт, говорят, не нужен был. Ну, тут полностью, кстати, согласен. Опять же, как бы, ну, не поспоришь. Я всегда говорил, нахрен вообще ремонт? На кой хрен нам ремонт? Я вот не понимаю, зачем он нужен. Что-то ломается там. Иногда эта система автопочинки не срабатывает. Ты бегаешь, у тебя там не заметил. Пару процентов не хватает на шмотки. Это не нужная штука. Правильно сделали, что отключили. Давно надо было. Я еще это в свое время Блэквудом говорил. Они типа... Ну, а типа варбаксы будут копиться. Так, ребят, варбаксы и так копятся, я им говорил. Они как бы от этого вообще никак не влияют. Они как копятся, так и копятся. Хоть отключай, хоть не отключай. Вот. Что с этими варбаксами, правда, делать? Не знаю. Я бы предложил вообще варбаксы со временем удалить. Одна валюта, другая валюта, третья валюта. Пусть будет одна за внутриигровую твою деятельность. Одна реал, ну, кредиты. Я бы предложил вообще удалить варбаксы и оставить короны и все. И короны давать за сыгранные матчи. В маленьких количествах. Сыграл один матч, например, Ангар. Ну, получил пять корон. Сыграл хорошо Ангар, там, лучше всех первое место. Получил десять корон. Ну, вроде немного, а так потихонечку они будут копиться. Плюс ПВЕшки, плюс там гонки кланов. Ну, и годнота. Поэтому я бы предложил вообще отказаться полностью от варбаксов. Удалить все эти хранилища всякие, там, не совсем понятные многим, особенно новичкам, механики. Все это перевести на разумные цифры в коронах и все. Оставить одну валюту, которую вы получаете внутри игры. Это короны. Все. Разумно, классно. Кто-то может согласиться, может не согласиться. Но мне кажется, это самое разумное. В принципе, варбаксы не нужны. Я считаю, что это мусор. Это абсолютно ненужная валюта. И надо устроить какую-нибудь крутую и достаточно щедрую распродажу. Пусть люди потратят все эти свои варбаксы. Кто-то переведет часть варбаксов, там, или все потихоньку в короны. Кто-то, может, даже метовый донат купит за варбаксы. Ну, а почему нет? Ведь за короны недавно вы метовые пушки типа Хани Беджера за 3,5 тысячи продавали? Продавали. Ну, начало положено. И все, и забыли. И не было никаких варбаксов. Да, блядь, как и пушек за 3,5 тысячи корон. Я считаю так. Можете со мной не согласиться, мне кажется, они просто не нужны. Вот. А випку как раз перевести на короны. Чтоб там плюс какой-то небольшой был к получаемым коронам. Ну, как вариант. В общем, вопрос дискуссионный. Что сделать с варбаксами? Хрен его знает. У разработчиков свое мнение, у меня свое мнение. За отключение системы ремонта лайк. Прям респект тут, не спорю. Далее. Изменение карт. Ну, типа, как бы, хрен его знает. Не знаю. Я тут ничего не буду говорить. Наверное, может быть, годнота. И, как бы, есть свои плюсы. Странно только то, что на РМе у нас решили отключить D17, пункт назначения. Потом, вроде как, передумали и теперь хотят загрузить версии 2037. Разработчики, если вы хотите загрузить какую-то карту 2037 на РМ, мой вам совет. Загрузите 2037 пирамиду. Это самое, ну, если вы хотите реально более-менее какой-то соревновательной игры, чтобы это было действительно игрокам интересно, чтобы была хорошая, ну, видимость, текстуры, загрузите пирамиду. Потому что пирамида 2037, она, ну, плюс-минус, там, единственное, немножко ориентиры другие, на прохиды некоторые надо брать непривычно. А всё остальное там годно. Ну, как бы, она хорошо читаемая, достаточно светлая, приятная карта. D17 и пункт назначения, это две, наверное, худшие карты, которые есть в версиях 2037, которые можно добавить на РМ. Они вообще не хороши. Нет, они мне нравятся. И первая, вторая искренне нравится, но это для фана, для паблика, для каких-то там режимов с черепами, либо просто для подрыва обычного. Для жёсткой соревновательной игры, когда все примерно одинаково умения, скилла, борются, там, за Гранмастер, ну, я не знаю, ну, такое себе. Карты очень тёмные. Поэтому у вас есть здравые идеи, изменяйте карты, улучшайте их. Ну, собственно говоря, тут, я до этого, тут не буду хвалить вас, как бы, мне нравится, вот, мне нравится то, что вы сделали 2037 карты, и мне нравится то, что наши разрабы сделали портовый город карту. Я не знаю, многие хэтят, мне эта карта искренне понравилась. Там есть, как бы, нюансы, какие-то минусы. Антенна, кстати, вот тоже чё-то её так любят. Я антенну особо, ну, как бы, типа, окей, но сомнительно. Она очень узкая, очень какая-то угловая карта. Я бы не сказал, что её вообще на РМ надо добавлять. Я считаю, это не РМ карта. А вот портовый город куда лучше, куда интереснее. Это одна из самых, если не самая красивая карта вообще в Варфейсе. Она мне искренне нравится. Очень классная, очень красивая. За неё респект, за 2037 респект. Что касается остальных карт, изменений, ну, в принципе, так всегда было. И старые разработчики меняли. Я не скажу, что вы хуже меняете, что-то делаете. Ну, до том же уровне всё. Как бы, в отдельный пункт, ну, он всегда был. Вот. Это не шаг вперёд. Ну, как бы, это шаг вперёд, но это те самые шаги, которые делались ещё до вас. Вот. Это вы идёте по старой линии, и тут ничего особо не меняется. Такие дела. Как бы, тут не буду вас ругать, но и не буду сильно хвалить. А, нет, ругать буду. Ребят, верните обычный пункт и обычную дэшку на РМ. Не, ну, серьёзно, это нормальные, достаточно, скажем так, ну, достаточно киберспортивные какие-то карты. Называйте, как хотите. Мне пофигу. Играют даже там киберспортсмены, сейчас многие не играют дэшку. Это их проблема. Игроки играют. Дэшка, это вообще самая популярная карта. Обычная, нормальная, светлая дэшка. Всё. Д17 топ, пункт назначения топ. Не надо трогать. Вот. Сука, а я вообще не это должен был обсуждать, а Нерфью Сасса. Ладно, о нём в конце поговорим. В конце поговорим за Нерфью Сасса, почему бы и нет. Я молодец, как бы ты. Ты даун. Ты сейчас, сука, леща получишь, понял? Ну, не начинай, Кэп. Чё ты, блин, этот, гондониниус? Хватит. Следующий пункт. Новый сезон. Больше изменений и не только. Особенно они гордятся картой Ночной город. ПВЕ спецухой Ночной город. Я там не был, сразу говорю. Я не был на спецоперациях, по-моему, со времён введения Блэкпуда. Я никогда не был на Блэкпуде. Я не знаю, как эта карта выглядит. Я ещё не представляю, что это спецоперация. Ну, как бы... Есть и есть. Мне пофигу. Нет. Вот, кстати, за ПВЕ я вообще, как бы... Я вот тут, я готов, сука, прямо. Готовьтесь, разработчики. Сейчас будет просто разнос. Это жопа. Ну, жопа только по одному причине. Я говорю сто раз. Это не ваншот ботов в голову из большинства оружия. Типа... Э, не проблема. Есть, можно, сборку какую-нибудь. На мне не надо сборку на урон. Я хочу побегать, блин, ботов пострелять из обычной пушки по головам. Почему боты в голову не ваншотятся? Эта база всегда была для ПВЕ. Для большинства игроков, если они идут не тупо, сука, за какими-то там коронами, они для удовольствия идут. Они идут в голову пострелять. Это база, база, база. Всегда так было. Это тренировка хэдшотов. Ну, просто там музыку, там, с окланами общаешься. Это чил. Это кайф. Хотя бы на сложке. Ладно, профи там уж... Да и на профи должен быть ваншот в голову. Я не знаю, это странно. Это очень странно. Мне переработка, честно, ПВЕ совершенно не нравится. Да, там есть разряды. Да, там еще что-то. За это лайк. Базару ноль. Классно. Разряды, возможность приобрести крутое оружие, если прям задротишь жестко ПВЕ. Но, блин, а если человек бегает, потому что ему нравится? Ведь в любой игре основа это то, что человеку нравится. Он должен туда не на работу ходить. Он должен ходить для удовольствия. Вот люди, почему РМ играют? Зачем им РМ? Вот зачем вам РМ? Ну, если честно, большинству нахрен ничего не надо в этой игре, кроме РМа. Им просто нравится побеждать и показывать. Какие, сука, у меня яйца. Смотрите, я там мастера, гранмастера взял. Вот, все, больше ничего не надо. Тебе за это денег не платят. Все. Ты туда ходишь, потому что на самом деле тебе нравится режим, ты хочешь дальше продвинуться. И все. А ПВЕ превратился, ну, вот серьезно, я просто с людьми разговариваю, я вот говорю там коллеге кто-нибудь. Я говорю, вот убрать все эти разряды награды, ты на ПВЕ пойдешь, он говорит, в жизни не пойду. Ну, и все. Я вот, я говорю, вот разработчики, как вы внесли эти изменения в ПВЕ, все. Вот, про ПВЕ не надо мне ничего доказывать, я туда в жизни не пойду больше. Мне вообще пофиг, какую спецоперацию делаете. Не нравится мне. Не, ну кому-то нравится. Вот. Дискуссия, в общем, у нас, да. ПВЕ я не согласен, никогда не соглашусь, что все эти ночные города это хорошо. Мне вообще пофиг, я туда не хожу и не пойду. Изменение рейтинговых матчей у них, следующий пункт. Вот. Преобразование. Хотят сделать, чтобы более важно было ставить бомбу. Это немножко быстрее происходило. Значимость этого момента, этой функции поднять. Ну, типа, я не против. Почему бы и нет? Вообще, почему бы и нет? Ну, вы знаете, я-то вообще, сука, в этом плане революционер. Я предложил бы вообще класс инженера убрать, всем поставить там где-то 5-6 секунд снятия и постановой бомбы, убрать, точнее, ну да, оставить 3 класса в игре. Это штурмовик, снайпер, медик, чтобы не было никакого безбаланса между штурмовиком и инженером. Но у меня там, сука, вообще наполеоновские планы. Есть только один нюанс. Я не разработчик. Ха-ха-ха-ха, да. Вот, я бы так сделал. В целом, эти изменения, ну, я одобряю. А почему нет? Почему нет? Надо что-то экспериментировать с РМом. Надо, надо потихонечку как-то улучшать. Попробовать можно, во всяком случае. Откатить всегда можно. Это идея неплохая. Ну, опять же, тут как бы сказать, что это какой-то выдающийся заслуга. Ну, пойдёт, ладно. Пусть будет плюс. Далее. Удаление знаков возвращения. Ну, наверное, плюс. Потому что они, как и система ремонта, изначально нахрен не нужны были. Типа, ну, это несправедливо получалось. Знаете почему? Потому что реальный ПВЕшник, он постоянно бегает, у него нет знаков. А есть такой дядя, как я. У меня, по-моему, их полторы, две или три или четыре тысячи этих знаков. Не помню сколько. Я даже не помню сколько. Ты их получаешь за всякие ходы в игру и так далее. А потом, в определённый момент, ты решил побегать. И я вот не специалист ПВЕ, там, в спецоперациях. И я пошёл, у меня знаков просто до жопы. Вот просто до жопы. Я их, я вообще, они мне, по-моему, не кончатся. Я столько в ПВЕ просто тупо не буду играть, сколько у меня знаков. И получается, я получаю какое-то, ну, необоснованное преимущество по сравнению, наверное, с более умелым игроком. Хотя бы, ну, или таким же, как я. Но, как бы, он играет именно ПВЕ. По идее, там, ну, он должен быть не хуже, чем я. Вот. А он с Усопов Ляшвили прошёл, у него знаков нет. А у меня очень дофига. Ну, и всякие там нюансы, понимаете, да? Знаки не нужны были. Я изначально говорю, что знаки, это, ну, чушь какая-то. Зачем? Знаки и ремонт, это, это, это молодцы то, что изменили. Далее у нас идёт очень интересный пункт. Это изменение тайм-ту-кила. И что не так? Да нет, всё так, базар у ноль. Ну, типа, разработчики считают, что слишком быстро убивали друг друга игроки, что получалось так, что, ммм, кто первый начал стрелять, вот и... Ну, блин, ребят, ну, ну, это же, ну, ну. Расскажите это СКСу. Ладно, вы его сейчас понерфите, верю. Но, изменение тайм-ту-кила. Нет, пока что плюс, базар у ноль. Прямо сейчас плюс ставлю. Ставлю плюс. Как бы, да, сделали изменения, нерфанули там СТК, слишком жёсткую. Вроде как сейчас, ну, нерфите, посмотрим, что из этого выходит. Ммм, там, СКС, Браунинг, который шотит как-то жестковато часто. Да, базар у ноль, молодцы. Тут проблема в другом. Мы-то прекрасно понимаем, что... Эм... В общем, старо предание. Да, 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 правильно Кэм говорит, сука. Старо предание, ребята. Я просто знаю вот сто процентов, что, ну, не знаю, ну, пройдёт несколько месяцев, полгода. Опять появится какая-нибудь пушка. Новый СТК. Или какая-нибудь, не знаю, новые парные коперхеды. Которые будут сносить, сука, там, за 300 миллисекунд. Ну, ведь так будет, разработчики. Будет, по-любому, сука, будет. По-любому будет. Я вообще не сомневаюсь. Всё это будет. Поэтому, в целом, изменения классные. Я согласен, что, наверное, по-своему, если тайм-то-килл немножко возрастёт, игра более скиллозависимая. Больше там нужды стрелять в голову как-то. Ну, вот я понимаю эти моменты, чтобы не было, как в колде. Часто, например, получается, что, например, меня вот в контра-страйке бесит. Ты бежишь, вот какой-то нубас там в королевской битве, тебе начинает в спину стрелять, а он за ящиком засел. Всё, ты проиграл. Не важно, что ты батька. Он один раз нормально пострелял в спину, в пятку, куда угодно, в жопу. Ты сдох, всё. Там даже топовые стримеры отлетают, которые турниры выигрывают. От мубаса отлетел, от кемпера обычного. Да, это досадно. Да, это плохо. Но, просто зная, как у нас в Warface получается, есть мнение, что тайм-то-килл сейчас повысится, а потом через некоторое время с введением какой-то пушки резко понизится. Вот. И, ну, этот процесс всегда шёл. Это плюс-минус туда-сюда, сука. Плюс-минус 15... О, этот... Полсекунды, короче. Вот оно больше и меньше, больше и меньше. Всегда мы плаваем вот в этих значениях. Так что посмотрим. Ну, как бы, намерения благие. Куда они приведут, вопрос. И есть у нас что ещё? Правильно. Улучшение культовых моделей оружия, значимость доната в игре и балансные правки. Культовые пушки, улучшения. Все эти Юсасы, Ктары, вот вся эта годнота, возрождение. Возвращение легенд! Только порой хреновое возвращение. К сожалению, да. Если бы реально вводили так, что прям, ну, плюс-минус топ-1, а, к сожалению, часто не топ-1. Взяли и нерфанули. Зачем нерфанули? Ну, вот, хороший пример пушки, которая, я считаю, хорошо была сбалансирована, её слишком сильно, я считаю, порезали. Это Ханни Бэджер. Да, да, вот Ханни Бэджер до нерфа, до вот этого всего попущения, это годнота. Это вот как должно быть примерно. Есть САВ-200, есть Ханни Бэджер. Что лучше? Очень даже неоднозначно. Между прочим, САВ имеет больше патронов. Он чуть-чуть всё-таки может поэффективнее. Ханни Бэджер в то же время не имеет звука. Он не имеет глушитель. И это реально сочно. Ну, вот как-то так, понимаешь? Можно так, а можно и эдак. Есть о чём подумать. Выбор, в общем-то, не такой уж маленький. Выбор хороший. Это годнота. И вот это реально пример хорошей балансировки. А то у нас получается так, что пушки-то старые возвращают. Ну, возвращают там в виде того же Ктара. Когда вроде да, но не очень. ЮСАС, который нерфанули, я надеюсь, всё-таки его сейчас немножко апнут. Я очень хотел бы, чтобы всё-таки его довели до ума. Чтобы он, может, не был имбой, но чтобы был там плюс-минус на уровне топ-1. Да, именно так. Поэтому возвращение культовых моделей оружия, это однозначно плюс разработчикам. Жирный, большой, крутой плюс. Молодцы, красавцы. Уважение. Но, ребята, не надо бояться. Не надо бояться. Если вы возвращаете культовую пушку, то она должна быть такой, чтобы с ней было приятно нагибать. И можно было брать и мастера, и грандмастера. Она должна быть на уровне топ-1 оружия в игре. Иначе полностью теряется смысл. Вот просто теряется. Люди придут, и люди только разочаруются, старые игроки. Поэтому работайте над этим. Ну, есть хорошие примеры. Тот же у нас Чита, кстати, был очень неплох. Хани Беджер был годнотой, да. И я надеюсь, что ЮСАС всё-таки окажется тоже топчиком в итоге. Значимость доната в игре и балансные правки. Балансные правки, ну, как вам сказать? Выбил, понагибал, нерфанули. Вроде как правильно, да. Ну, может быть, изначально делать так, чтобы пушка не была совсем лютой. Так что, очень дискуссионный момент. Я думаю, тут не все с вами согласятся. Ну, в принципе, за то, что вы хоть какой-то баланс наводите, уже спасибо огромное. Просто хотелось бы, чтобы иногда вы делали это немножко иначе. Например, корду не добавляли бешеную отдачу, там, или ещё что-нибудь. А наоборот, отдачу снизили, чтобы он был приятным. А вот характеристики подрезали. Вот это балансировка хорошая. Чтобы с пушка была такой же почти. Она вот нагибала, она чуть послабее, но всё равно была приятная, и всё равно была бы в мете. Вот это годнота. Вот это подход. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. И значимость баланса, это, доната в игре. Ну, двоякое отношение, прямо скажем. Типа, донат теперь более доступен. Да, я не спорю. Действительно, если раньше только коробки удачи за кредиты, то теперь донат топовый можно получить в боевом пропуске. Пазару ноль, как бы. В этом плане движение классное. Можно получить в боевом пропуске, можно получить на ивентах. Просто иногда бывает так, разработчики там в разговоре, они прям так это преподносят, как будто, смотри, а у нас как у других. Нет, у вас никак у других, так не бывает. Нет, это не так. Это совсем-то уж не надо прям. Ну, лучше, чем раньше, однозначно. Игра действительно проще в каком-то степени стала. Но значимость доната в игре. Смотрите, если вы хотите получать хорошее количество деталей, вы почти наверняка будете донатить. Если вы хотите получить пушки из боевого пропуска и детали, еще плюс оттуда получить, почти наверняка у вас нет времени столько, чтобы вообще бесплатно там играть. Вы будете донатить. Вы не будете как раб на галярах 10 часов в игре в день проводить и бегать то, что вам не нравится. Вы хотите бегать с удовольствием, там, мясорубки, РМ и все, правильно? Вы не будете там пахать. Вы не будете бегать огромное количество спецопераций, чтобы из донатного магазина что-то забрать. Поэтому, если вы хотите комфортно действительно играть, у вас нету огромного прям багажа времени, чтобы просто убивать его на игру, а вы пришли там с работы, с учёбой, там после института, вы хотите просто провести несколько качественных часов времени с тиммейтами, вы будете донатить. Всё. Всё, сука. Тут говорить больше не о чем. Вы будете донатить. Я вам отвечаю. Вот. Это не значит, что вы будете донатить супермного. Действительно, есть как бы моменты. Если знать как, я не скажу, что Warface дорогая игра. Вот многие говорят, ой, Warface, ну столько денег. Это неправда. Это неправда. Ребят, у меня жена играет в корягу, в Carnation. Вы знаете, сколько там денег у людей уходит? О-о-о-о. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы знаете, сколько люди сейчас тратят на мобильные игры деньги? Нет, Warface вообще недорогая игра. Абсолютно. Без шуток. Warface игра недорогая. Вот честно, недорогая. В принципе, если ты вообще за неё шаришь и играешь там за один-два класса, да я не знаю, ты, блин, донатить можешь два раза в год, наверное. Раз в полгода выходит реально пушка, на которую, ну, реально уже можно поменять свою. Задонатил ты 3000, это по-любому. У тебя, скорее всего, останется. Это прям, это гарант 100%, что выпадает в Warface сейчас. Ну, забираешь пушку, играешь. Всё. Всё. Если за один класс играешь, блин, ты вообще сюда заносишь, не знаю, полгода в год. Иногда некоторые пушки-то больше года могут существовать. Пока они из топа выйдут. Всё. Как бы, тут особо-то таких денег нет. Если вы лудоман, это ваши проблемы. Вот если, если вы не играете за снайпера, но вы должны каждую болтовку выбить, вы лудоман, вы игроман. Вы точно так же пойдёте в казино вулкан играть. Это ваши проблемы. Ну, серьёзно. Если вы убиваете всё подряд, вы там не какой-то блогер, а вы, типа, коллекционера, потом жалуетесь на Warface только, вы лудоманы, всё. Самый настоящий. Есть люди, которые могут квартиру в Counter-Strike на Dragon Lore какой-нибудь просрать. Это их дело. Они лудоманы. Это их проблема. Если тебе прям хочется именно нагибать всё самое необходимое иметь и даже там грандмастера брать. Warface вообще не дорогая игра. Во-первых, надо понять, что ты никогда не будешь играть одинаково за 4 класса. Выбери один и им играй. Второй можешь как дополнительный там иметь. А лучше всего вообще за один класс играть. А потом прикинь, сколько тебе бабок надо на один класс тратить. Ты поразишься? Вообще мало. Вообще бабок не надо почти. Так что говорить, что Warface дорогая игра, это игроки просто спускают деньги непонятно куда. Я их не очень понимаю, честно говоря. Если бы я не был блогером, я бы не играл в Warface. Ладно, шучу. Если бы я играл, у меня было время на Warface, я бы просто играл одним медиком и инженером. Вот два класса у меня было бы. Всё, я больше бы никем не играл. Я бы не тратил бабки на штурмовика, на снайпера. Мне они вообще нафиг не упали. Играл бы медом преимущественно. Иногда, когда совсем тиммейты не вывозят, надо пострелять. Вдруг у меня залетит стрельба. Я бы брал инжа. Всё, я бы больше никого не брал вообще. В принципе не брал бы. Это два... У меня остальные классы были бы без доната. Пустые. Я бы донатил на два класса. Медик и инженер. Всё. Серьёзно. Я вообще не понимаю, нафига тратить бабки на то, что ты не используешь. Я не знаю, может я один такой, но как-то вот так. Я просто не вижу в этом смысла. Смысла, да. Так что касается значимости доната, не поддерживаю тут идеи, что Warface стал бесплатным, как другие игры. Нет. Он не стал бесплатным и не станет. И не надо ему, может, это. Суть не в этом. Но нытьё по поводу, что Warface дорогой, это чушь полнейшая. Человек просто лудоман. Его в любую игру пошли, он там будет деньги просирать. Это его проблемы. В Warface реально, чтобы играть, даже если ты каждую новинку будешь убивать, она на твой класс выходит там раз, два, три месяца. Всё. Вот всё. Если ты реально подходишь грамотно, играешь одним и двумя классами, ты на Warface много бабок никак не будешь тратить. Вообще никак. Но это нереально много денег на Warface тратить. Тратят обычные игровые наркоманы, которые каждую пушку убивают. Ну, пожалуйста. Нравится. Это ваше дело. Вот. Warface недорогая, но не бесплатная. Вот. Мысль, которую я хотел донести. Warface нифига не дорогая, но нифига не бесплатная игра. Ха-ха-ха. Да. Сука, печаль, да. Далее. Новые тактические устройства. Модернизация ПВЕ. Это я уже сказал, в принципе, когда мы говорили об изменениях и о новом этом ночном городе. Модернизация ПВЕ. Я сказал, что я об этом думаю, да. Это негатив. Мне не нравится. Хотя многие, наоборот, нравятся. Вот хрен его знает. Как бы оно, как бы палка о двух концах. Одни ноют, другие радостные. Вот я тут ною. Мне не нравится. Многим нравится. Новые тактические устройства. Ну. Сомнительно, но окей. Вот. Вообще, ну в целом, как бы в принципе, почему бы и нет. Поэкспериментировать. Главное, если игрокам не нравится, убирайте потом их с РМа. Нерфите, короче, и всё. И туда, туда их, сука. Вот так вот, да. Я, в принципе, считаю, что ничего кроме молота нового не надо было вводить. Ну. Имеет право на жизнь. Никак к этому не отношусь. Ни плюс, ни минус. Нормально. Новые тактические устройства есть. И есть. И пойдёт. И, как бы, жаловаться не станем. Вполне, вполне ничего. Вполне годнота. Типа, нафига машнить? Я думаю, годно. Можно использовать. В целом, вот такая ситуация. Половина мне, как видите, понравилась. Вторая не понравилась. Где-то я поспорил. Где-то замашнил. Где-то сказал, что наоборот, красавцы молодцы. И что из этого, из всего следует. В целом, как ни странно, я, скорее, положительно отношусь к этим изменениям. Большинству. Не ко всем. Некоторым, как видите, типа ПВЕ меня бесит. Но, в целом, неплохо. Почему? Ну, потому что самое главное – это результат. А результат у нас какой? Правильно. Онлайн у нас, как ни странно, стабилизировался и даже немножко вырос. Тут хочется отдельно отметить, что, скорее всего, он у нас стабилизировался и вырос по той простой причине, что стали возвращать легенды. Да, те самые. Я считаю, что именно это возвращение пушек легенд – это причина возвращения народа. И я надеюсь, что разработчики и дальше будут двигаться в этом направлении. Мощно, сука, прочно, глубоко. И вот тут мы переходим к теме ЮСАС-12. Его нерфанули. И он стал, ну, как-то уныл. Вот, понимаете, я говорил, что с ЮСАСом проблема будет такая. Немножко нерфанёшь – будет годнота. Чуть-чуть перегнёшь – и ЮСАС просто станет ни о чём. И это минус. Я разработчиков всё-таки призываю просто поработать над темпом стрельбы. И ничего больше особо не менять. Нигде его особо не резать. Темп стрельбы – это единственный параметр, который действительно делает ЮСАС имбой. Всё. Разработчик один из них, из админов, сказал, что, типа, ну, автомат, который ваншотит – это перебор. Ну, хрен его знает. Про панзер так не говорят. Он, да, жёсткий, но он не перебор. Он, в принципе, просто хороший, годный. Он перебор, но на дистанции, не вблизи. Вблизи он, типа, у ЮСАС, браунинг даже пожёстче будет. Ну, не сейчас его не фанут. Но, тем не менее. В общем, как-то так. Тем более, это очень странно выглядит, потому что… А как вы, вот, разработчики, как вы представляете, чтобы ЮСАС, типа, возвращение легенды, если ЮСАСу придётся вступать в бой с Гарибальди и МАГ-7? А это теперь, получается, два топ-дробовика Варфейса. Эти две помпы, они всё разносят. У ЮСАСа просто шансов нет. Что против Мага, что против Гарибальди. Они его наклонят, а смысл тогда возвращения легенды. Так что нет, ребят, поработайте с темпом, не надо ваншоты отнимать, не надо такого ничего делать, просто только с темпом. Всё. В остальном, не трогайте ЮСАСа. Только как-то он совсем как-то стал, ну… Да. Господин от Сосницкий, не хотелось бы. Если вы всё правильно сделаете, правильно будет двигаться в этом направлении, если легенды, которые будут возвращаться, будут на уровне топ-1 пушек, ну пусть топ-2, ну прям очень хороши, чтобы можно с ними было пойти на мастер, грандмастер, если всё это вы игрокам обеспечите, вот это будет действительно ностальгия, и это, в свою очередь, позволит сделать Warface Грид Агент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok